Единственное жилье при банкротстве физического лица. Изменение в 2021 году. Так вот, в каких случаях будет действовать исполнительский иммунитет? И непонятно, откуда вы взяли деньги и купили это единственное жилье. Единственное жилье при банкротстве физического лица. Изменение в 2021 году. Заберут ли единственное жилье? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева. Опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел по всей России. Также обучаю юристов. Заберут ли единственное жилье в 2021 году? Это острый вопрос после постановления Конституционного суда от 26 апреля 2021 года. Вам интересно узнать подробности? Если да, то поддержите меня, поставьте лайк. Это можно сделать и после просмотра видео. А если что-то будет непонятно, задавайте вопросы в комментариях, не стесняйтесь. Итак, до постановления Конституционного суда от 26 апреля 2021 года действовал безусловный исполнительский иммунитет на единственное жилье. На основании статьи 446 Гражданско-процентального кодекса. Простым языком это значит, что в рамках исполнительного производства или в рамках банкротства кредитор не мог претендовать на единственное жилье должника. Исключением только могла быть ипотека, если жилье в залоге. То есть единственное жилье было защищено законом и было неприкосновенно в процедуре банкротства в том числе. На основании статьи 213.25 закона о банкротстве. И даже если это был дом на Рублевке, или единственное жилье, купленное на кредитные деньги, или единственное жилье, купленное после того, как пошли просрочки долги с суды, а у гражданина откуда-то появляются деньги, и он покупает единственное жилье, значения не имело. Если единственное жилье, и там зарегистрирован должник и член его семьи, то суд применял, как правило, исполнительский иммунитет к этому жилью. На основании статьи 4.46 ГПК. Но все изменилось, когда Конституционный суд 26 апреля вынес постановление по конкретному делу. Суть дела. В 1999 году должник некий занимает у кредитора физического лица определенную сумму, и ее не возвращает. Кредитор просуживает долг, подает иск в суд, подает к приставам на взыскание, а у должника отсутствует и имущество, и доходы. Взять нечего. Кредитор не получает никакого исполнения. Кредитору должник ничего не платит. А в 2009 году, после того, как прошли суды, приставы, уже прошло 10 лет, должник приобретает дорогостоящие роскошное жилье 110 квадратных метров. То есть, при этом, не погашая ничего кредитору. А после всего этого, еще подает и на банкротство. В предвкушении, что же будет дальше? Кредитор оказался настойчивым, прошел все судебные инстанции и дошел до Конституционного суда. И Конституционный суд сделал выводы о том, что статья 446 ГПК и статья 213.25 закона о банкротстве противоречат нормам Конституции. Также Конституционный суд сделал выводы о том, что должник злоупотребил своими правами. То есть, имея деньги, имея какую-то сумму, должник не пошел погашать свои долги, а купил дорогостоящие единственное жилье. И Конституционный суд счел неприемлемым применить исполнительский иммунитет на это роскошное жилье, а на эти 110 квадратных метров. Должник, в свою очередь, также не раскрывал сведения, откуда он получил денежные средства на покупку единственного жилья. Дело сейчас находится на пересмотре. Так вот, в каких случаях будет действовать исполнительский иммунитет, исходя из разъяснений Конституционного суда? Это значит, в каких случаях не будет продаваться единственное жилье, в том числе и в процедуре банкротства. Если вы получили единственное жилье в наследство или в дар. Если вы единственное жилье приватизировали. Если у вас единственное жилье куплено не за счет кредитных денег, и не после того, как у вас возникли долги, просрочки, суды и приставы. А также, если у вас жилье соответствует социальным нормам. Это 18 квадратных метров на каждого члена семьи и должника. Это в скобочках актуально, если сложилось так, что вы, к примеру, приобрели единственное жилье на кредитные деньги. Или приобрели единственное жилье после того, как у вас возникли просрочки и долги. Что даже если при таких обстоятельствах у вас ваше единственное жилье соответствует социальным нормам, то на это жилье будет действовать исполнительский иммунитет. Как вам информация полезна, которую я вам рассказываю? Если да, попрошу поддержать меня, подписаться на мой канал. И также я каждую неделю, как правило, в среду в 12 по Москве провожу прямой эфир для своих подписчиков и отвечаю на вопросы по банкротству и списанию долгов. А также, чем я могу быть для вас полезна? Я провожу процедуру банкротства под ключ и до результата по всей России. Консультация бесплатная, контакты будут в описании под этим видео. Или сейчас, увидите, всплывет ссылка на мой сайт katraeva.ru. Со своей командой я работаю до результата, вне зависимости, сколько длится процедура и какие сложности могут возникнуть в деле. Второй момент. Я обучаю, как стать экспертами в банкротстве физических лиц и зарабатывать на этом достойные деньги, помогая людям списать долги. Это актуально для юристов. Ну, в-третьих, кто хочет соприкоснуться с банкротством, разобраться, что это такое и с чем его едят, у меня есть лекции по 990 рублей по самостоятельному банкротству с образцами документов. И где найти арбитражного управляющего, я разбираю этот вопрос. А также у меня есть банкротство от А до Я, где я разбираю, кому подходит банкротство, а кому нет. Ссылки на приобретение лекций будут под этим видео, а также в закрепленном комментарии под этим видео. Или же на сайте katraeva.ru. В каких случаях суд может не применить исполнительский иммунитет? То есть в каких случаях суд может разрешить вашему кредитору в рамках банкротства, чтобы единственное жилье было продано, и кредитор получил за счет единственного жилья погашение своих требований. Если вы купили единственное жилье, роскошное, то есть за пределами социальной нормы на одного человека зарегистрировано, то есть на вас, на членов вашей семьи, после того, как у вас возникли просрочки суды пристава, и непонятно, откуда вы взяли деньги и купили это единственное жилье. Совпадение? Не думаю. А также, если вы злоупотребили правом, опять же, и на кредитные деньги купили роскошное единственное жилье. То есть эта цепочка явно прослеживается и доказана суду о том, что, к примеру, сегодня вы берете потребительский кредит или займа физического лица, через неделю покупаете себе дорогостоящее единственное жилье, а потом через месяц никому ничего не платите. Но это как пример, чтобы было понятно. Важно знать, что по разъяснениям конституционного суда, должник и члены его семьи не могут остаться без единственного жилья вообще. То есть имущество продается и ничего взамен не покупается. А также замена единственного жилья на другое жилье, менее дорогостоящее, целесообразна тогда, когда игра стоит свеч, когда кредиторы явно получат удовлетворение за счет этих действий. Также, исходя из разъяснения конституционного суда, даже если и будет производиться замена одного дорогостоящего жилья на иное какое-то жилье, то это жилье должно быть приобретено в рамках того же населенного пункта. Должник, в свою очередь, также вправе защищать свое единственное жилье и противодействовать кредитору. Также, что немаловажно проанализировать вам, многие боятся, я не пойду в банкротство, у меня единственное жилье, я боюсь его потерять. А вы не боитесь, что ваш кредитор первым подаст на ваше банкротство. У него есть право на это, если совокупный размер долга свыше 500 тысяч рублей и трех месяцев просрочки. И уж поверьте, если ваш кредитор пойдет на ваше банкротство и с его стороны будет действовать в этом случае финансовый управляющий, появляется больше рисков лишиться единственного жилья. Поэтому, если вы сомневаетесь, ваше конкретное единственное жилье подпадает под исполнительский иммунитет или нет, также рекомендую получить консультацию моих специалистов по банкротству. Контакты будут в описании под этим видео, а также ссылка на сайт сейчас вам будет доступна. Хочу подытожить. Каждый мой второй клиент имеет единственное жилье. У кого-то двушка, трешка, однушка. И после разъяснения конституционного суда мои юристы в экстренном порядке проанализировали все дела клиентов, которые сейчас находятся в работе. Кто-то уже в процедуре, кто-то еще в рамках подготовки. И ни у кого из моих клиентов мы не выявили рисков потери единственного жилья. Но одно мне ясно точно, что закон о банкротстве будет меняться. Об этом говорит и конституционный суд в своем постановлении. Дает указание на то, чтобы законодательные органы обратили внимание на постановление конституционного суда. Поэтому я рекомендую не тянуть с банкротством и подавать на свою несостоятельность, списывать долги по тем правилам, которые действуют сейчас, по тем законам, которые действуют сейчас. Пока это возможно. Благодарю за просмотр видео. Опять же, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также благодарю за лайк и подписку.